Иван Песков вместе с мамой Анелии в этом году не пропустил еще ни одного спектакля в Самарском театре «Кукол». Любимые представления мой дадыр. Поэтому, когда пригласили отметить День знаний в театре, с радостью согласились. Учеба в школе и культурный досуг должны дополнять друг друга, считают родители. Друзья появляются, и мы ему говорим, будет друзей много, будут новые знания. Все равно это, конечно, для ребенка полезный опыт. Поэтому пойдет, я думаю, будет доволен. В театр будем тоже ходить по возможности. В День знаний театр «Кукол» распахнул двери для детей с особенностями здоровья. Перемещаться внутри здания таким детям комфортно. Ведь интерьеры после капитального ремонта адаптированы под инклюзивных детей, в том числе и зрительный зал. Для колясочников есть специальные места. Путешествие детей в загадочный мир началось уже на крыльце и фае театра. Их встречали и развлекали персонажи известных русских, советских и зарубежных сказок. Это и шарманщик с обезьянкой, который загадывает загадки. Это и король с королевой, который проводит викторину. И шипокляк с крысой Ларисой устраивает праздник непослушания. В кукольный театр в День знаний пригласили ребят, которые идут в основном в первый класс. В этом году только в Самаре за партой в первый раз сядут более ста детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас уже школы есть в Самаре, доступные для детей инвалидов на колясках. У нас в принципе, мы сейчас говорим, даже если ребенок маломобилен, но родители считают, что он может посещать школу, им идут навстречу. То есть в данном случае делается все, чтобы было удобно и качественно ребенку. Это очень важно. Спектакль «Карлик нос» показали бесплатно. Это подарок от творческого коллектива театра кукол. А после представления школьники без сюрпризов тоже не остались. Спонсоры городского общества инвалидов подарили детям косметические наборы и угостили мороженым. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.